так такая jrpg это jrpg да у меня куча конусов новых появилась может все-таки надо было оставить и туда чепический дает увеличивать защиту владельца на 24 и повышает сопротивление урона для всех союзников на 8 процентов подобные навыки не могут быть повторены нельзя несколько таких предметов носить давайте наташа выдадим вот это вот раз она у нас саппорт она мучили q выше открыть шанс к владелец применяет сверхспособность основе ткп увеличивает защита он походу не может это носить нет может почему они зеленым не светится защита пустота а у него написано янтарь какой-то нет то сейчас я ношу янтарь стрелы где понять какие пушки им типа подходят каждой ручки сверху есть значок наверное стихия а ну вот да наверное зелененький это не знаю защитный очень сложно пока что ладно неважно разберемся эффект зеленый когда вы не будет работать если сером написано понял так что за следы а это прокачка белок тут еще пассивки какие-то будут добавляться и выцеперсонаж первого возвышения раньше нет вкладочки тоже даже не было а то есть ей вот этот вообще не подходит все это пассивка не работать не будет натахи он пойдем что найдите остальных членов нуждающихся в помощи на сейчас диалогов до хрена будет беженого духа превращается мистического свитки ионов тип персонажа если типа ручки персонажа будет работать так вот где я не совсем понял это описание и заби вот она наверное изобилие охота эрудиция разрушение все ясно да хорошо у вас смотрите кому у меня новая кайт появилась увеличивает урон носимый владельцем противником чеха по и ниже на 50 процентов выше его максималки на 20 текущих выше его максимального то есть программу кого щит есть ушедром базовой атаки урон навыка лучше это юзать пробуждать оружки можно хороший вопрос я думаю что да ним об этом я еще не подумал конус во усилить такими же нет это не это усилить наложить есть вот она да можно есть пробуждение оружки типа качать трехзвездки ну кому он надо она нам вообще или нет мечет одни защитные попадали защиту владельца ну разве что разве что выпадет какой-нибудь какие-нибудь драконоборцы да да вина рычаг альфред я ошиблась разрешение помочь спасибо мы проводим некоторых программа вниз фильтр что вспомнить тебе есть все три два один я все забыл приказывал неправильно нажмите ручку вверх потом вправо а потом вниз вверх вправо вниз изначально то есть за это ранее был за их ранее сохранить станцию если не качает уже к двадцатому рангу ты могов не будешь пробивать вот если не буду тогда я буду качать все мы и следователи собрались здесь чтобы укрыться если кто-нибудь или человеческой жизни оставшись на космической станции коллекция редких предметов человеческая жизнь я так не хочу спипать все эти диалоги но и не буду но хочется до круток дойти все равно это бета ну побольше круток тома не хата у кричит но но избавляем еще есть реально минут 40 поиграть спасти не человеческую жизнь астана фоне мотара вынь тянь вейн служащий персонал да вообще у меня как бы сегодня должен быть выходной суббота мы поедем кушать вкусные тайские вкусняшки в супе варить короче в супе так кажется сейчас химик посмотрел сушина киритова модорно к и токуга алива шума тзю Музыка Хм... Так... Она угроза. Конечно, у меня есть спорта. Ах... Да, я понял. Теперь, что делать? Здесь, ментенансовая работа, которая работает в помощи. Она уезжает в домашнюю домашнюю. Здесь, давай разговаривай с Белтом. Эманатор разрушения The fuck? Здесь за нас Пайман не разговаривает. Так, я передумал и хочу немножко перенастроить отряд. Во-первых, мне надоел вот этот чел. У нас есть вот она, и у нее есть сигнатурная пушка ее воспоминания. Химика, естественно, оставляем она здесь. У меня, конечно, два саппорта получается, но ничего страшного. И два физдамагера. Так, здесь выбрать сигнатурную пушечку, да, световой конус. Давай. Ей, правда, еще вот такие подходят. Увеличивает защиту на 16, а текущий хп ниже 50. У него защита еще повышается. Ну вот это круче. И поскольку это наш единственный эпик, сразу прокачаем его, если у нас есть какая-то руда. У нас есть какая-то руда и есть синие пушки, которые я пока сливать не хочу, да? Наложить. Ну, здесь ничего сделать не могу. Окей. Окей. И давайте тогда еще и самого персонажа подкачаем чуть-чуть. Почему бы и нет? Одна книжка всего. Она классная. Мне нравится. Так. Химик, давай. Огненная уязвимость. Поехали. Так, стой, 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 стой. За каждую пробитую уязвимость химика получает один уровень заряда. Мэйкер, стронцы герба, спасибо за подарочность для Максимки. Спасибо большое за гид. Так, там кажется на кого-то нацелились, да? Может мы его успеем убить? Не, вроде бы нет. Давай дефать девочку. Какая заряд химика? Да я понял. А, нет, нет, я не понял. Там надо было все-таки прочитать, что там автоматически было написано. Если это GRPG, то зачем атаки вне боя? Для того, чтобы ослабить противника. Это абсолютно нормальная механика. Так, восстановление это просто хило на за. Не, оно не нужно. Ну, давай посмотрим, как она стреляет с пушки. Еще раз, какой у нее физический урон, же, да? Ну, давай тогда вот по тебе выстрелим в кровоток. А, она автоматически отправляет своего дрона. Понял. Автоматические пассивочки. Звучит клево. Взрыв. Давай посмотрим твою способность. Устал я удар. Окей. Да, мощно у химика. Прям жесть какая. Джумейкер, спасибо еще за 100 биццов. Все большое. Поддержку. Ну, Наташ, пока хилер, мне, конечно, еще не нужен под Март. Ну, мы ее ульту глянем, а потом переключимся на... Еще пира второго персонажа, которого мне дали. Я не помню, как ее зовут. Как же нам добраться? У него. Отхилки. Вот, здрасте. Есть резонанс, как я нашли. Пока не видели, но, видимо, нету. Думаю, что нет, скорее всего. Нажмите, чтобы использовать удвоенную скорость и сделать свои сражения более быстрыми напряженными. Ладно. Более быстрыми же. Так, кого там бьют, тебя опять, да? Хочем. Ускорилась не музыка, вроде нет. Так, а твоя ульта накопится, пока не накопилось. Че еще физухой, по кому можно ударить в тебя? Давай встанем. Плюс ауешечка, химика жесткая, какая-то вообще. Ну, потому и... Пятизвездка, да, поехали ульта нем. Ау, можно замедлить, пожалуйста? А, тот самый лазер, который бьет в один таргет. Ну, это не похоже на один таргет, кстати. Похоже на уешку. Она просто говорила, что она может только по одной цели попасть. Что-то в диалоге было. Так, устройство управления. Отталкивающий мост. Ну, точно, Лиза пья чай, пьет. Да-да-да-да. Масса ульта. Ну да, понятное дело, что у меня там только один враг был. Игра такая же казуальная, как Genshin. Поскольку это мобильная игра, скорее всего, да. Ко льду, да ко всему вроде бы, да. Давай Ешечкой. Как понимаешь, кого атакует из твоих, там крестик нарисован. Да это только особые обилки, вау. Просто сразу же прожала свою обилку и... Жесть. Давай в этого ударим, эти сдохнут, наверное. Да уж, жестко. Пока что у меня самое сильное, это Март, потому что у нее эпическая пушка в руках. Тоже мне сапорчит, Алик. Так, что-то еще какая-то инфа. Достижения. Погружение в тайны. Откройте 10 сокровищ. Так, что-то там еще горит. Жажда битвы. Обучение. Отталкивающий мост. Может быть, оранжевым или синим. Одновременно можно включить только один цвет. Копим, 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 крутким. Потом будут панцишоты мужиков, все будут просечь, что в их небо. Why? У всех в пати восстановилась. У всех в пати восстановилась. Так, это что? Физа. Физоида. Давайте Натахой пробьем его. Неувезивость. Круточки были, были, да, уже с начальной, но сейчас копим еще на 8. Здесь первая лего с баннера новичка, гарантированно за 50 круток падает. И это вообще очень круто. Звучит прям вот офигенно. Так, давайте посмотрим ульту Дар Возрождения. Это, видимо, Хилл, да, на своих. Но все равно давайте посмотрим. Не мать. Не мать. Он срывает Мишку, подарочки. Пожалуй, никого бафа не дала. Ну все, теперь мы анимации все посмотрели, можно ускорять, да? Загащичка. Надеюсь, тут не будет автобоя. Чел. Это мобильная игра. Не, это не просто мобильная игра. Это мобильная пошаговая игра. Если здесь не будет автобоя, в нее просто-напросто играть не будут. Ты же можешь себя таргетить? Можешь. Будет еще ответка, когда я получил. Блин, она клево, на самом деле. Полезно. Пойдем по хилям, посмотрим, как работает. Периодическое лечение, очень даже. Не знаю, насколько нужен хиллер. Да, кстати, о хилах. Чего меня этот конь-то пробивает. Да, видимо, хилка не так уж и бесполезна. Че, обычным ударом? Надо цифры знать, читать, для того, чтобы понимать, обычным бить необычным. Получается, это реча о лэзонс. Ну, в целом, так можно сказать. Да, наверное. Стой, не убивай, дай похилимся. Уж лучше, я считаю. Ну, пока что мы до автобоя не дошли, но, скорее всего, должен быть. Какой же он потный. Чуть добить осталось. Чуть добьешь меня в своей обочине битой. Хорошо. Плазовый план. Так, что? У нас где-то, по-моему, хилка была в восстановлении. Че делает? Просто всех хиляет. Прикольно. Ну, типа, ггшка тоже своего рода саппорт. О, большой сундук. Синяя книжечка опыта. Ха-ха. Ха-ха. Тратим все. Вообще не паримся. До 20 уровня можно даже потихоньку доводить. Руда для оружия, может быть, даже какая-нибудь есть. Чтобы конус прокачать. Да, нет. Ну, пять штучек. Присажи... Девушки-персонажи почти безликие, даже внешка не цепляют. Не знаю, мне нравится. Красивая внешка. Смотри на вот эту вот мадаму. А, тут можно было похилиться. Мне не обязательно было обилки тратить. Вообще, этот моб тоже необязательным был. Но за него дали этот. Че за кристаллы фрагментового? Когда происходит коррозия фрагментового при получении атаки того же типа, что и он сам будет активирован и изменит статус. О, это загадочки местные. Разбросаны по ближайшим гостям, что если я найду и активирую их... То откроется сундук. Нам нужна аномочел, F1, F3, L. Есть кнопка быстрой смены персонажа. А вот в геншин ее уже добавили. Можно было и в ханкай тоже. Не знаю, может она и есть. Быстрая смена отряда. На Т вроде. Ага, Т, да, есть. Хорошо. Как в геншин, я-то просто менял в настройках. Ладно, запомню пока. Не знаю, что. Белиски активированы. Сокровище разблокировано. Да, и смена отряда максимально быстрая, кстати. Давайте посмотрим этого перса, А-100. Просто... Просто... Ну, анимации глянуть. Сейчас ей любой какой-нибудь конус выдадим. А, ей только один подходит. Увеличить силу атаки всех союзников на 8. Однако. Че еще умеешь поджигать врагов, судя по всему. Так, уменьшить анимацию. Отскок. Неужели по всем бьет? Фига себе. А, не, выбор таргета. А, рандом. Окей, понял. Здесь ГГшку бьют. Че-то там про людей кричит. Конечно, я и есть. Смотри, в настройках отряда бонусы, как в Геншине, двух пиро или двух гидро наверняка тоже есть. Интересный вопрос, давай глянем. Во время следа может столкнуться с могучным братьевненько. Победите ради крутых наград. Быстрая настройка, временный отряд, уровень нет. Не вижу никаких элементальных резонансов. Похоже, что нет. Вообще, это хорошая механ, могли бы и сделать. Нельзя, да? Неофтализован гертой. Давай. Так. Поехали. Подбежечку не нажал, ну ладно. Смотри, вовка анимации. Кстати, они были, не заметила? Че поедал анимацию. Настолько рандомно, что может несколько раз в один таргет выстрелить. Так ты у нас что делаешь? Ты у нас добивай его как-нибудь. Ничего горения не наложила. Вроде не, на нем есть кровоток. Кровоток. Так, а этого надо льдом пробивать. Март, ешка, поехали. Так, я уже ускорил их зву, а нет, нет, потому что мы хотим еще ульту этой тянки посмотреть. Получается, Ханкай 3rd лучше, там хотя бы нет автобоя. Ты видел этот интерфейс бедного старого Ханкая? Ты видел, как там боевка происходит? Ты в одной локации просто заходишь, убиваешь, все за 5 секунд и идешь в следующую. Нет, 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 у Ханкай уже есть скип и дейликов. Окей, ему, кстати, интересно, что здесь будет по дейликам. Да вообще мне бы до открытого мира хотя бы добраться, потому что мы так-то пока что с закрытым уходом. Так, F3, нет, должен быть где-то рядом. Это реально голос Эмбер? Нет, у меня еще не хватает кристаллов на круточке. Далек один в один Геншингс, а только их тут три, а не четыре. Окей. Примусов не хватает пока на 10 круток. О, дракон какой-то. Зверь с удовольствием. Зверь с удовольствием. Ну, спайп, надеюсь. Да, походу. Что-то, кстати, показинучу. Первая пятизвездка вам выпадет за 50 крутоклассического новичкового скидочного баннера, если это, конечно, не переделывают к релизу. Нормально он нас так избивает. У него тут руки, ядро, двигатель на антивеществе. Можно почитать. Окончательное воплощение власти, формы силы, которая накапливается за ней. Остается неизвестный. Двигатель будет приводить в действие других противников и усиливать их способности. Только отголоски боли остаются на опустошенной земле. Тимфония конца времен. Правая рука катастрофы искусственно использует мнимую силу для создания крупномасштабных атак. Левая рука использует квантовую силу, чтобы начать атаку на единственную цель. Зверь судного дня. Сохраняющаяся сила не может быть нацелена до тех пор, пока правая рука и левая и двигатель не будут уничтожены. Зверю нельзя нанести никакого урона. Основанный на фрагментах сумеречного левиафана, легион антиматерии использовал плач и кости, чтобы переделать зверя судного дня. Бессмысленная одержимость обиженного духа превращается в иссязаемую руку и тень старой катастрофы скрывает небеса зверя судного дня. Сдерживает волю всех существ, которые не в своей тарелке и которым еще предстоит умереть. Гнев, скорбь, бредовая радость. Я думал, ярость все раскрывается и все зло начинает двигаться. Ядро зверя судного дня. Двигатель темной материи. Талант. Навки можно читать. Вчера трейлер нового персонажа Старрейл выпустили. Он охренительно. Давай посмотрим персонаж сервал. Есть в официальной ВК группе. Группы. Ну, может быть, есть смысл. Не знаю. О, они к горению уязвимы. Найс. Поехали. В ядро бьем. В рандом бьем. Здесь. Надо сюда. Уязвимость не слева показана, при этом уважаемый. Где? Где вот тут показано? Зубхай. Забафалон. Ядрочка. Поэтому и надо игро ломать. Так, успел встать к установке льту. Пока наш ход еще. Еще одну ульту подготовить. Все руки я уничтожил. Мы когда-нибудь посмотрим твою ульту. О, отлично. Отлично. Давайте замедлим чуть-чуть. До поддержки. Баб какой-нибудь. Улучшение скорости. Все. О. Блин, не добил чуть-чуть. Догорел. Ладно. А, не, не догорел. Тихо осталось. Уязвимость раскрыта. Лаки старт. Лаки старт. Даракана. Кана. Хобби. Хобби. Корее. Установился. О, не. Нет, кажется, мы его пробили. Зачем тут скорость-то? Чтобы ходить раньше противника. Это как инициатива. Это сейчас нам главного антагониста показали. Он выглядит точно так же, как геншиновый тян, только мужик. Тоже белые волосы, только это сила у него. Только не кубы вот эти красные, а какой-то же, чем-то же желтым. Да, какой. Кстати, на пятизвездку не похож. Лучший мужчина ханка. Единственное я хотел сказать, там же их вообще нет почти. Лично дерешься, если бы еще не потерял сознание, было бы все вообще прекрасно. Благодаря тебе зверь с одного дня исчез без единого звука и полностью присмирел. Вы выиграли? Да, ты величайший герой. Вставай, если все в порядке, химика просила тебя прийти, когда проснешься. У меня другие дела, я с тобой не пойду. Ах да, давай обменяемся маяками. Пиши мне в любое время, если заблудишься или еще что. Вы и Март 7 обменялись номерами телефонов. Ладно, пойду заниматься делом, пока. Всем сообщений доступно. Привет. Это, ага. Поделитесь своим опытом и анекдотами с друзьями, которых вы завели на этом пути, отправив им сообщение. Нажмите на имя вашего друга, чтобы проверить сообщение. Не забывайте отвечать на них. Химика хочет тобой кое о чем поговорить. Привет, это Март. Не забудь. А, быстрый ответ был. Тихо. Сейчас. Где это? Прыжок персонажа, инвентарь. Ну вот. Это объявление. Сели? Направленный прыжок. Так, кажется, ивентовые крутки появились. Сейчас посмотрим, что там за персонажи. Сообщение. Первая иконка. А, вот они. Март. Что-то не могу открыть в отдельной вкладке. Какой-то быстрый ответ я организовать. Проходит с зарядкой Wi-Fi. Я так сейчас увидел. Запрещение выпадающий список. Типа мне надо вот это нажать. А где? Ну там был просто какой-то быстрый ответ, но... Ладно, неважно. Эммм... Химикой у нас забрали. Дэнхэня поставили. Аста мне... Ну, со своим ускорением мне очень сильно понравилось. Я бы хиллерку взял. Но у нее тоже физза. Так что давайте пока стартываем, наверное, похоем. Мега самета, да? Ты проснулся? А, ну. А, ну. А, ну. Римас и мне на сын. Для кукла. Ну, короче, это управляющий кораблем, как, не знаю, в масс-эффекте была, как ее звали, я не помню. Ну, типа, я... Герта, видимо, здесь самое главное. Она... Она и есть корабль, наверное. Наверное. Это не так. И, как это происходит, я не знаю. Возвращайся. Это не так. Я не знаю. Возвращайся. Может быть. Космическая станция Герта. Возвращайся. Возвращайся. Так. Возвращайся. 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 Блю Меня зовут Тиана Стартовый персонаж, помимо ГГшки, который у тебя в пати Анема Челл с копьем Вот это вот Огненный Тян с посохом, который скорость дает И Щитовик Ледяная Лучница Вот это стартовое Ну, собственно, у нас все пати стартовое сейчас У daring Ага, прошла помочь building СТАРПИС? химика крутая да выглядит сильно еще пассивно дамажит всех постоянно прям вот это здорово что там какие-то стаки копятся у нас есть вы как спрайс или остаться скажите мне open world уже что вы на колено станции нормально спроектировать колено сустав робота не могут может ей так нравится журнал путешествий доступен левый альт чтобы показать курсор о это ивентовая вкладочка да видимо нет выполнить цель что получить множество наград получите герту или нет наташа медикаменты наташа задание все дают это как барбара местная бесплатная да да получается я выбил барбару с первых десяти круток ну хорошо что это всего лишь бета после операционный разговор для заберите у помпом достижения рождения личности подарки от клары ежедневные заходы звездный нефрит на из кого вот это логин ивент вот это прекрасно просто просто охренительно чтобы вы завидовали так ну да это вкладочка ивента все как всегда и так вкладочка круто к 460 по моему нам уже хватает до начинает хватать персонажи за звездный блеск сам по и некий хук или некая хук я не знаю еще там что-то какое-то сейчас эта штука была они у меня все еще не открылся ивент твой магазин чечко 4 интересно я здесь увидел вот это что а это оружие до оружие тоже за звездный блеск ну кстати это то которое мне выпало ну вот это вот 20 примусов не хватает на счет объем до 480 надо сейчас разберемся уведомления какие-то точно моей космической станции у меня дело нужно приходи обсудить быстрый ответ центр сообщение можете открыть она лишь не решилась он я заинтересована в тебя с тварону что это очень такое вот это вот самое интересное о чем они говорили ты знаешь в охотниках короче если я правильно понял история такая главный герой это вот этот вот створон и короче в нем живет какой-то другой персонаж мужик которого нам показали или тип того и мы будем пытаться выяснить что же он на но что это такое собственно прожить эту жизнь и как нам сказала самом начале кавка по-моему даю звали ду хвостатого да и правда наруто получается ну или он киберпанк 20 мое тело не отторгает понял хочу еще персонажа чтобы заменить базу их-то учесть смысл гэшку менять на хиллера так появился как вы здесь оказались я на месте тела который движет дистанционно управляемая марионетка которая создала таких много в космосе переношусь куда надо хватит ходить вокруг да около тян и несколько коллег работаем с большим проектом если выиграть мы сможем решить основной проблем который мучил нас течение нескольких тысяч янтарных веков тайну и он ты только подумай какие удивительные существа некоторые он и когда-то были как мы обычными людьми каким-то образом они обрели силу которую мы не можем вообразить они таинственно сильно молчаливы и ужасно про их тайну вообще в двух словах не расскажешь как они зародились почему для чего тянут и думал над этими вопросами как это касается меня ну на самом деле никак но ты нам нужна быть терпелива это пойдет тебе на пользу четыре мудреца из круга объединились чтобы написать программу видел ту огромную машину в офисе в ней есть вселенная похоже на тот мир в котором мы живем только попроще и специфичнее я знаю называю ее мед вселенная не нагнетай осуждаем кстати название жуть просто просто осуждаем признана экстремистская организация россии серьезно партнеры сказали то же самое но по правде мне это по вкусу однако я прислушаюсь к совету герты так что давай называть это смоделированной вселенной давай я проведу тебя по смоделированной вселенной гарантирую тебе ничего не грозит а еще я заплачу тебе кучу денег и примагема пожалуйста а вот и бесплатная герта тоже четырехзвездный персонаж ян помнишь ты мне говоришь тебе не нравится что арты выглядят на артах несколько персонажей видно но тут типа один из персонажей это ее собственные куклы вот поэтому ну этому персу наверное подходит этот сплэш ну да воспринимается странновато а другой персонаж я так понял какая-то учительница или врач или что такое у нее там тоже детишки какие-то нарисованы ну может быть может быть но все равно четырехзвездки я думаю пятизвездок будут красивые собственные арты без каких-либо там персонажей пытается моделированную вселенную что случилось отвечаю только на вопрос о вознаграждении в смоделированной вселенной собираешь спросить об этом денежного вознаграждения у меня столько кредитов что не потратить если правда хочешь денег ладно попробовать это всего лишь последний цифр чудо те что-то более существенное чего нет это здесь все есть смоделированная вселенная это выход как раз в открытый мир какой-нибудь нет не набрать какой-то данж да это данжик пройти неуязвимость получить крутки ой крутки это хорошо понимаете на крутках я хотел заканчивать потому что мне через час уже быть все ресторанчики мне конечно есть еще тебе 20-30 минут от силу но мне надо одеться собраться вот это рогалик без на тут другая небо какой-то данжик давайте давайте так мы пройдем вот этот данж посмотрим нового персонажа то есть вот это вот как раз крио герту здесь добавим ну здесь не знаю даже к выбрать на сигарту посмотрим посмотрим какие здесь силы у них фиолетовый физа-физа мира персы здесь нафиг не нужны что значит загрузить первого персонажа уровень отряда необходим 3 они там по одному что ли драться будет пушку выдай а на нее что-то даже есть повышается паса урон способности и это сразу же можно пробудить наложить усилить эпический конус качнуть руда сколько есть качаем по максимуму самого персонажа март она у нас самая сейчас сильная давай до 16 допустим так нам пиро перс не нужен да давайте а 100 заменим на конь сингл таргетного дамагера на дань хэна него даже свои трехзвездная пушка есть загрузить а втроем будем все понял физа крио и новый перс еще один крио давайте так попробуем смоделированная вселенная хотел сказать что сильвер вульф из пролога имеет голос брони брони не брони очень сложно ссоре может других добавлять героев во время прохождения разберемся как я могу здесь бежать дальше нет но тут пирока пиро поход нужен заморозочка базовыми атаками сейчас расстреляют вот уже пассивно как-то дамажит прикольная для гага одиночная так атака по площади льдом прикольно пока что бы это вайпнется конечно вайпнется конечно а вот видимо и рогали когда пошел почему они спрашивали про рогалики смотрите мы пришли в данж убили одного монстра и нам сразу же какие-то бафы насыпает на выбор начале битвы противников есть шанс по 100 процент 150 процентный шанс получить статус заморозки их скорость понижается на 10 или увеличивает эффекта щита вону мы выбираем урон конечно же нахер нам нужны щиты а противник повержен можете выбрать одно благословение ионов который дает вам мощное усиление класс вот это балдежно загрузить персонажи типа можно добавить или загрузить данные персонажа четвертым будет будет четвертым это прикольно это прикольно такие данжики знаете дубиной 150 процентов из ста или скакивать странно очень я не знаю что за 150 процентный шанс может гарантированно может быть она работает только один раз я не знаю где крю-крю спасибо дамажит всеми когда хоть один противник теряет половину свою хп если есть еще химика это все превращается пассивное уничтожение противника жестко при атаке замороженного или замороженной печати крит шанс повышается на 40 процентов силы атаки персонажа защищенных щитом ну космические фрагменты какие падают какие-то падают которые можно тратить на этот может получить открывая сокровище или побеждаю можно использовать для обмена дикоин на особое усиление у греты космический фрагмент мы поможем поможет вам исследовать динам зачем сбрасывать богослей или оживляя союзников интересно никуда больше он не тратится кстати а чё у греты за усиление надо еще посмотреть яшечка что что нет не писал загрузчик можно использовать добавляем в команду это я понял космические фрагменты это я понял повышение силу атаки класс только себе поход только себе замороз . плюс 40 процентов крит шанса о криты вошли вошли криты азиме моечку так давайте этого яшечку посмотрим это не разница о и ульту и и ватаси готовы до кастерина волшебством атака покажу дайя надо не так вот она и бесса курю курю ну да нас офигенно афраза куда и добавить да баф на 4 очень хорошо бац огнен гагауна белка на всю пачку 4 кладут сразу огненный г.г. на ней у нас только пока ток физически г.г. до персонаж подвергается нападение слева текущий хп ниже пятидесяти от их макс хп у нас на 30 ну давай урон к персонаж так он странный код какой-то еще падает у кит сундуки запустить код кодов наличие шанс редкостью строка странного кода с определенной вероятностью это чё за щел будешь таки стен текст писать подсказывает вам что в позе нет ничего плохого давай в ром запустить код если в отряде есть один и более персонажа сохранения к любой персонаж такого следующий получаю дополнительный физический урон 300 счета персонажа это дополнительные бафы если не справляешься брошенный код собрали в ходе исследования в интерпретаторе может принести он дополнительно было самим запускать может только ограниченное количество раз ну короче еще еще больше бонусов усилений причем тоже рандомные вот почему они реально столько про рандом про рогалики спрашивали корреля пан зэнда руку рует это зато от мира ханка до ки саваги окостах его на крик 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 до свидания чем забавили наверно заслуживает вот два раза ударила до блин по этим у них не пробили ничего нет заморозки собирают и но он жив руку ру тебя что за игра новая игра от создателей генша ханка и star rail уфигасе двухзвездные какие-то бафы продолжительность замороженная повышается на один ход все показания имеют одинаковую базовую вероятность применения замороженной печати пока что сложно а чё так много-то типа выбирай все что дает урон это базовое правило здесь для дальнейшем будут реально сложные бои я тоже это уже просмотр сведений о текущем исследовании карта показывает ваше местоположение прогресс вы сегодня записывать все показания которые вы получили к настоящему медикой он показывает все имеющиеся диковин и инвентарь кодов содержит все имеющиеся у вас кода ладно допустим грета герта а дай мне найденные космические фрагменты сможешь получить нужную диковину я должна продолжать расследование нафиг мне ну ладно давайте все сделаем надо же смотреть вот фрагменты медуза нас это артефакты после входа на последний этаж полностью устанавливает хп энергии всех персонажей на следующем этаже уменьшать все атаки всех противников на следующем этаже при вступлении в бой противники получат ровно и хп ну на это последний это следующий этаж последний поэтому вот этот берем отдаем тебе за 100 пока это это магазин между комнатами чтобы купить арты хей бум бум террит эрик эрит эри да еще и так это уровень босса огонь из космоса чем убить так ну вначале здесь потом усиление герта и чуть-чуть похиляться тут и выстрелить а и у меня все закончилось потому что очки используются на всех одни а я думал разные ну ладно все скилзицы и чудесно что по нему урон не увеличен может быть у него какая-то пассивка интересная непонятная форма жизни растущего врага фрагментами есть дополнительный огненный урон наносит огненный урон входит состояние усиление раскрывая свою изуемость состоянием снимается к вы получаете пробитие уязвимость сил атаки и видим похоже пока что он короче не пробивается давай покажем этих объем так давай тебя добьем сразу ульту вот это кстати надо успевать переход на это не шел так по площади я не знаю как бы вот здесь почитать способность почему здесь нет возможности как-то прям вот на этой вкладке прочитать способность какие у нее проценты чтобы мне понимать чем мне бить что у меня сильнее что слабее дарит вот этого немножко мне не хватает на все вот он уязвимости можно прожимать на клавиатуре типа 134 не знаю может быть попробовать так надо ускорить x2 уже все посмотрели все способности пошаговые игры конечно желательно дополнительной скорости играть тут в принципе видимо можно клавиатура играть например екью четверочка до может есть через проделки сложно так хрусторе богу сидеть да или два раза ек ю нажимая так конец это только начало чувачка видимо прошли первый такой рогаликовый данжик клёво кликни правой кнопкой на способности в бою я пытался левую кнопку правую кнопку правая переключает обилку какую-то юзаешь смоделированная вселенная доступна так специальные бафы да 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 с про по вселенной я все понял это мне не нужно здесь что достижения вселенная вскрутки так а мне примс хватает точно да уже вроде бы хватает все покиньте офис герты может еще примасов сейчас дадут на автобое первые пять битв бездны прошел открыть навигацию жаль до открытого мира не дошли пока только тут использовать навигацию чтобы телепортироваться в разные локации базовая зона а или это и есть открытый мир и мы пока что только на корабле гуляем какие-то сундучки здесь еще видно показывает сколько не собрано прикольно видимо это пока что только но частично до open world просто корабль такой ладно коридорный смола появилась до 50 примесов можно вытравить но нет конечно войти в смоделированную силе но я сегодня уже не успею потратить разве что вечером заглянул так честно говоря я думаю мы все же больше поиграем чем я планировал изначально пока что очень весело поизучаем посмотрим чтобы потом спидранить все на релизе давайте крутки и я пойду отдыхать пупу 10 прыжков в новичка до купить поехали очень все еще странно выбор ландау какое-то оружие мне выпало на по персонажам скудненько мне не очень везет и еще одно оружие эпическое я не то чтобы жалуюсь хотя бы 2 2 эпика в десятке остается лишь тишина отличный фрукт духовный контакт хор короче на 4 звезды и больше на оружиях нарисованы какие-то персонажи люди и так далее а на 3 звездках видите какие-то камни пейзажи и какие-то предметы расколовшийся дом изобилие окей до 2 оружки выпало выпало сигнал для мужика да вас походу это его увеличивает силу атаки на 20 количество противных на поле меньше 2 крит шанс повышается на 12 сильно вроде бы неплохая и здесь что выбрал ландау скользающее время увеличивает вероятность нападения по владельцу и уменьшает получаем урон прям танковая саппортная такая блин у меня уже есть щиточек эпический я на так конус ну да это явно для него ему сразу же отдаем а вот куда одевать теперь вот такой вероятность нападения по владельцу то есть это таунтит врагов и уменьшает урон то есть это вот прям танка сделать из персонажа защиту ему накачать до вы просто только получается я ей наверное могу это отдать не это у меня другого персонажа нету с этой пассивы сейчас как она сохранения нет нет вот сохранения но ей почему-то якобы не подходят а почему нет стоп у неё это я оружие смотрю она изобилия фута я тупой гармония сохранения да у меня сохранения пока только март из март можно сделать танка накидывать на себя самостоятельно щиты вместо того чтобы бафать защиту свою и сопротивление урону для всех но это выглядит сильнее первый день моей новой жизни выглядит круче потому что это всех баффет короче но мне прикольно на самом деле может быть здесь прокачки есть какие-то там еще например увеличение резистов на себе можно из нее прям танка какой-то прокачкой сделать вот повышение защиты чтобы ее дамажили до изобилие наташки а ну это да она повышает эффект исцеления в начале битвы немедленно восстановит 8 энергии всем союзникам о саппорт который регенит энергию прикольно класс лучше чем эффект исцеления я думаю пока что и хил не настолько необходим ну конечно так себе мне пушки попадали в идеале тратить примасы пока все еще нельзя не стоит на обычные крутки ладно 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 окей окей блин это было прикольно еще сделали гачу победили какого-то сюжетного дракона и посмотрели рогаликовое подземелье за все это время